Как получить помощь от благотворительного фонда? Никто по вагонам не ходит, грустные песни не поет. Если я с Украины, я могу как-то рассчитывать на помощь фонда? А в чем вообще польза для самого фонда? В этом деньги, например, взрослым тоже можно обращаться в фонд, для того, чтобы их цифровизировали при помощи средств фонда. Нет разницы из какой ты страны, какого ты вероисповедания, какой у тебя цвет кожи, какой у тебя пол, какой у тебя возраст. В гостях сегодня Александра, исполнительный директор фонда «Все-все вместе». Помимо этого, Александра мой персональный менеджер на момент получения супер-мега-кибер-эки. Саша, у меня к тебе есть вопросы, потому что мне в личку сейчас выписывается очень много вопросов от адекватов-киборги, но все они находятся, к сожалению, не в России. Это, как правило, страны СНГ. И вот в связи с этим я, собственно, тебе, как исполнительному директору фонда, есть миллион вопросов. Как получить помощь от благотворительного фонда? Что нужно для этого сделать? Как правило, ко мне попадают кандидаты от их курирующих менеджеров в моторике уже. И так лучше всего, потому что человек уже прошел оценку возможности протезирования, и становится понятно, что мы можем действительно ему помочь, можем ему поставить протез. Плюс человек уже в курсе того, что нужно собирать документы для фонда, и что ему нужно писать свою историю для фонда, менеджер его подготавливает к этому. И такой вариант, он самый комфортный для всех сторон, я считаю, что, в принципе, самый правильный. Хорошо, а если не обращаясь, не знаю, там, в моторику за техническим заданием на протезирование, я могу как-то уже начать инициировать этот процесс? Можешь, но ты должен быть уверен, что компания, от которой ты хочешь протез получить, что она может тебе его поставить, что функционала будет достаточно, и ты сможешь им управлять. Ну и плюс, наверное, здесь нужно понимать еще стоимость готового продукта, ну, сколько собирать у тебя в фонде. Ну, то есть, если ты просто пошел в такой благотворительный фонд, типа, дайте мне денег, пожалуйста, на протез тебя скажешь, ну, в принципе, ладно, хорошо, а сколько ты такой? Подождите, пожалуйста. Да, минуточку, сейчас вернусь. А в фонд обращаются только, ну, для детского протезирования или, например, взрослым тоже можно обращаться в фонд для того, чтобы их запротезировали при помощи средств фонда? Не только для детей, мы вообще заточены под то, чтобы помогать взрослым тоже. Взрослые, как ты, ну, сам знаешь на своем опыте, это самая незащищенная часть населения по вопросам помощи, и мы планируем это исправить. У взрослых более интересные истории, и, в принципе, я стремлюсь к тому, чтобы взрослым помощь была такой же простой и естественной, как и детям. Потому что, ну, долой консерватизм, помощи достоин каждый, и протез может какому-то человеку изменить жизнь полностью. То есть на это тоже нужно обращать свое внимание, и поэтому взрослые, да, тоже могут получить помощь, и мы стараемся найти для них все варианты. А что ты подразумеваешь под более интересные кейсы взрослых, чем у детей? Да, мы сравним человека 30 лет, да, там, я не знаю, 23 лет, и человека, которому 3-5 лет. То есть ребенок может быть замечательный, активный, талантливый, интересный, да, там, с навыками ораторского мастерства или в рисовании, или там, складывать стихи. Но человек, который постарше, он уже прожил жизнь в какой-то ее, ну, более значительный период, и ему есть больше, что рассказать о себе. То есть его психологический портрет перед потенциальным меценатом, да, перед потенциальным жертвователем раскрыть получается как-то, ну, шире, в большем объеме, и, ну, порой легче проникнуться. То есть помощь для детей, она сама по себе, ну, уже как данность существует, а помощь для взрослых – это редкость. То есть когда человек читает интересную историю, ну, вот как у тебя, да, ты, в МЧС, ты работал, ты и пел, и танцевал, и чего ты только не видел, и люди, которые на твой протез пожертвовали денег, то есть они прониклись тем, что вот Илья клевый, я хочу помочь Илье, то есть как бы меня вдохновляет этот человек, интересно было его читать, и я хочу поучаствовать в его жизни, чтобы он достиг своей мечты. А если, например, я нахожусь не в России, например, я со страны, допустим, я с Украины, и на Украине, насколько я понимаю, нет таких льготных компенсаций, как существует в России. К сожалению, их нет, не знаю, российского, либо найти такой же фонд на Украине, чтобы они подспособствовали мне, собственно, протезированию и компенсации за протезирование. Ну, как бы вообще все это сделать можно, но немного сложно. Пока что. Объясню, почему. Мы можем поставить на очередь, на сбор в свой фонд, да, или поискать сторонний фонд на территории СНГ, например. Но это занимает время, какое-то количество времени, усилий, и потребуется вовлеченность со стороны того же человека, который к нам обращается. Ну, вот, например, по части детей в Белоруссии у нас получилось, то есть там уже есть фонд, который нашим детям помогает собирать средства на бионику. В принципе, возможность есть, просто ей нужно будет усиленно заниматься. То есть если человек настроен на победу, да, он живет в Украине, он настроен на победу, то есть мы ищем фонд, и уже вместе с этим человеком, например, обращаемся, потому что к Москве есть определенная предвзятость, да, на Украине. И я когда первый раз прорабатывала вот возможность помощи людям на Украине, то есть я вывела алгоритм, в котором, в принципе, другие фонды тоже соглашаются, что человек, например, вот мы с ним повзаимодействовали, да, мы нашли фонд, мы ему этот фонд показываем, и, например, он сам обращается в этот благотворительный фонд, говорит, мне нужна помощь, да, там проставляют все документы, историю. Он говорит, я хочу протез вот такой вот от этих ребят, от моторики. Help me, please. Вот, и дальше там уже мы вступаем, я со своей стороны, насколько я фондрайзом занимаюсь в моторике, также вступаем в коммуникацию и уже как-то все эти моменты, нюансы решаем. То есть резюмируя для фонда нет политических границ для того, чтобы это не сделать? Политических нет. Нам, например, в моем фонде и, насколько я знаю, в том же клубе Добряков, нет разницы и с какой ты стороны, и какого ты вероисповедания, какой у тебя цвет кожи, какой у тебя пол, какой у тебя возраст. То есть ты не имеешь совершенно никакого значения, у тебя должна быть крутая рука, и как бы мы хотим помочь тебе ее получить. У тебя, ты весь прикольный, да, ты в этой руке нуждаешься, мы готовы за тебя впрячься. То есть откуда ты для нас вообще не имеешь никакого значения? Человек и человек. Сколько времени занимает вот от момента моего обращения, ну, производителю, получения технического здания, обращаясь в фонд, вот с момента я обратился в фонд, сколько займет времени сбор благотворительных средств? Ну, когда как. Ты помнишь, сколько ты сам ждал? Я ждал около восьми месяцев, ну, потому что была реально гигантская очередь, и мне нужно было по-честному в ней отстоять, потому что, помимо меня, у фонда еще много других подопечных, и все как бы не устоят в очередь и просто ждут, ну, время всего сбора. Ну вот. Смотри, вот бывает вот так. Бывает, что сбор может закрыться буквально за один день. Это все зависит от площадки, от жертвователей, от ситуации в стране мира, Луны в Козероге, то есть. Но это всегда работает. Если фонд, там, все-все вместе, или клуб Добряков, или любой другой, он берет человека в работу, то он доводит дело до конца. За это мне от благотворительности нравится, это честный подход. Если ты готов подождать, да, то ты свой результат получишь так или иначе. Просто по времени здесь никогда не угадаешь. Может быть, это очень быстро, иногда это может быть достаточно долго. Так проходятся эти сборы, потому что, когда ты мне сказал, что, Илья, мы будем тебя выдвигать на сборы с благотворительностью к фондам Добряки, я представил, что возьмут мою фотографию с историей, положат ее в файлик и будут с ней ходить по улице, показывать всем прохожим меня и просить пожертвовать деньги. Вы знаете ли? Да-да-да. Вот как это проходит? Ну, во-первых, нужно подготовить список личных документов. Это никуда не выставляется, но любой фонд отчитывается перед аудитом за то, что он кому-то помогает, то есть фондам важно показать, что они не мошенники, они просто взяли фотографию из интернета и на нее собирают средства. Поэтому собираются документы, нужны фотографии, история человека, иногда видео, и все это выставляется в социальных сетях благотворительного фонда. То есть у них есть свой Facebook, свой ВКонтакте, Instagram и так далее, так далее, так далее, где люди, которые жизнью этого фонда живут, потенциальный меценат, которым это нравится, они вот эти истории все видят, там история человека выставляется, и там начинается сбор. Соответственно, никто по вагонам не ходит, грустные песни не поет. Есть фонды, которые обращаются на телевидение, но, как правило, это в меньшинстве, то есть если такое в фонде есть, то мы человека об этом предупреждаем. Зачастую все это за счет соцсетей делается и какого-то там массового распространения не получает. Как найти фон, который может не помочь? Вот я, например, сходил в моторику, получил техническое заключение, знаю сумму, знаю документы, которые мне необходимы. Как мне найти фон? Где мне его искать? В интернете? Куда я тянется? Ну, вообще лучше всего, конечно, в интернете, но самый простой вариант – это обратиться к своему менеджеру в моторике, и менеджер в моторике уже обратится ко мне непосредственно, а я помогу найти фонд непосредственно. И могу сказать, что для детей вариантов достаточно, а для взрослых, ну, чуть поменьше, но фонд всегда найдется. То есть можно взять любую часть твоей биографии и найти какой-нибудь фонд, который подходит. Вопрос такой, наверное, будет со стороны общества. А в чем вообще польза для самого фонда? Вы там деньги отмываете? Ну, смотри, ты вот почему детским домам помогал, да? Ты какой-то дикий профит с этого получал денежный? Наверное, нет. Ты это делал для себя, потому что ты, ну, верил в то, что ты делаешь, что это правильно, да, что у тебя есть такая потребность помогать людям. Ты от этого кайфуешь. В принципе, так и создаются фонды. Меня, других людей бесит то, что есть очень много людей, которые нуждаются в помощи, но они ее по той или иной причине не получают. И поэтому создаются благотворительные фонды, поэтому все единомышленники объединяются, чтобы это исправить. Потребность, в принципе, делать что-то хорошее, делать благо, это одна из базовых потребностей человека. Этому сейчас все суперспикеры, тренеры учат, да, что нужно делиться, что нужно помогать. И для кого-то важно заниматься чем-то социально значимым. Неважно, кто они, нефтяники, домохозяйки, кондитеры, то есть вообще без разницы. Это как, ну, знаешь, скрипача спросить, типа, зачем ты на скрипке играешь? Музыку люблю, капец. Это то же самое. Резюмируем. Сколько за твое время работы вот в этом поле деятельности? Сколько людей ты заапортизировала? Ну, с твоей помощью, сколько их было? Ты их считаешь? Как ты ведешь, и ты такой, типа, вау, еще плюс один, плюс один копил. Походу перевалили уже за сотку. То есть 100 человек с момента... Учитесь у Александра как нужно правильно помогать вселенной. Это очень здорово. Спасибо, Саш, за то, что ты помогла новым пользователям блести к новой кибер-рухе, не потерять надежду. Это был Александр Будник, исполнительный директор фонда «Все-все вместе». Спасибо тебе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok